На Кубани отметили день урожая. Ежегодное праздничное мероприятие, посвященное итогам жатвы 2019, прошло во дворце спорта Олимп. На площади спорткомплекса развернулась яркая концертная программа. Украшали праздник куреня со всего Краснодарского края, где каждый желающий мог попробовать традиционные блюда, увидеть предметы казачьей старины и ремесленные изделия, приобрести памятные сувениры и продукции от кубанских производителей. На дне урожая распахнул свои двери и северский курень. Северское подворье посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Руководитель региона пообщался с северской делегацией и поблагодарил всех участников уборочной кампании за высокие показатели по уборке зерновых, колоссовых и зерновобовых культур. Спасибо. Спасибо. Северскому району в том числе тоже за результат. Это самое главное. Никакой результат с неба не падает. Это труд. Ваш труд, друзья. Труд всех селян агропонучного комплекса. Те, кто работает на земле. Работает с утра раннего, прираннего до поздней, поздней. И мы сегодня имеем эти огромные цифры. Но вопрос даже не в цифрах, а в том, что для вас урожай – это смысл вашей жизни. В 2019 году кубанские аграрии собрали более 11 миллионов тонн зерна. Новый урожай на 90% состоит из пшеницы высокого качества. Праздник продолжится в стенах спорткомплекса «Олимп». Мы сегодня говорим слова благодарности нашей земле, нашей кубанской земле за плодородие. Главный результат этого года – 14,5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых, риса, кубанская земля, щадрая, урожайная. Но все возможно было это, вот эти 4,5 миллионов тонн, благодаря только вашему упорному труду. Низкий вам за это поклон. В этот день со сцены заслуженные поздравления получали более 70 работников сельского хозяйства – агрономы, селекционеры, трактористы, предприниматели и представители личных и крестьянско-фермерских подсобных хозяйств. Со сцены героя урожая получали грамоты, благодарственные письма и подарки лично из рук губернатора Краснодарского края. Географический диктант пятый раз проводится в России. Северский район не стал исключением. Акция «Русского географического общества» позволяет каждому желающему проверить собственные знания. Вопросы в задании есть как простые, так и требующие более серьезной подготовки. Учитель этой акции «Русское географическое общество» проводится в пятый раз в этом году. Создана она для того, чтобы популяризировать знания географические общества. Мероприятие только называется диктантом. По сути, это тест, проверяющий качество общих знаний участника. С другой стороны, акция направлена на то, чтобы население знало как можно больше о своей собственной стране и не только в пределах школьной программы. Ну, вопросы там состоят из двух частей. Одни вопросы больше на знание просто географии, а есть вопросы на логику. То есть, в самом вопросе, в построении вопроса есть какая-то небольшая подсказка, и поэтому еще страшного в этом нет. Учитывая огромную площадь территории России, разбираться в географии по-настоящему важно. А сама акция получила статус международный и проходит еще в 105 государствах планеты. В Центре развития творчества детей-юноши со станицы Северской прошел муниципальный этап краевого фестиваля «Формула успеха». Такая акция проводится в районе ежегодно. В ней участвуют подростки от 14 до 17 лет. В этом году главной темой фестиваля стал выбор будущей профессии. В целом, «Формула успеха» пропагандирует здоровый образ жизни и умение работать сообща. Данное мероприятие, организованное, проводится Краевой комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края. Не первый год уже проводится это мероприятие. Это мероприятие нацелено на выбор профессии, на пропаганду профессии, на пропаганду здорового образа жизни. У нас на территории нашего района действуют три образовательных учреждения, где дети могут получить после 9, после 11 классов свою профессию. Сейчас дети соревнуются и, возможно, кто-то из них, побывав на очередной станции, выберет себе какую-то профессию в будущем. Для участников разработали специальные станции, на которых ребята выполняли задания самого разного характера. Например, конкурс «Моя страна Россия» проверяет знания достопримечательностей нашей Родины. Старшеклассники и студенты средних профессиональных учебных учреждений района смогли в полной мере показать собственные таланты и блеснуть эрудицией. Такого рода мероприятия помогают молодежи, да и, в принципе, всем подросткам и другим людям почувствовать себя командой. Они развивают качество лидерства у определенных людей. У определенных людей они развивают качество помощи и взаимосвязи каждого членов команды. Было очень много забавных и веселых моментов. Видно, что не только наша команда, но и все остальные команды готовились, старались, чтобы показать чудесный результат. Лучший результат показала команда средней школы номер 14 поселка Ильский с одноименным названием «Формула успеха». Вторыми оказались наследники Александра Невского. По итогам соревнований победители традиционно получат ценные призы и грамоты. В этой студии в Москве Маргарита Иванова готовится к очередной фотосъёмке. Она входит в число десятков пожилых моделей, которые в настоящее время завоёвывают вершины российской модной индустрии. Сначала было непросто – дети её не поддержали. Это обычная история в модельном агентстве «Олдушка». В его портфолио 50 моделей. Многим из них – за 50. В головах людей красота, мода, глянец и возраст, старость – это нечто противоположное. И так до недавних пор и было действительно. Но сейчас, как так получается, что мода распахивается. Я думаю, что мы в России являемся как раз основоположниками вот этого тренда на диавершсети, на разнообразие именно в плане возраста. Галина Баранова говорит, что на такую работу её уговорили внучки. Вот мне было 80 лет. Отмечали день рождения. Ну вот, и они говорят, надо, бабушка, тебя. Вот есть такой агент, ты хочешь быть моделью? Я думаю, не знаю, я никогда не была. А 64-летняя Валентина когда-то работала уборщицей. Теперь её снимают для каталогов российских и иностранных брендов. Она также участвует в показах мод и даже снялась в одном музыкальном клипе. Мне очень нравятся люди, талантливые здесь люди. Они же всегда с ними просто, легко и откровенно говоря, это праздник. Визажист Ирина говорит, что макияж для пожилых ничем не отличается от макияжа для молодых. Не, не ложится. Это просто предубеждение, что возрастные женщины как-то очень сильно отличаются, там, кожей или ещё чем-то. Я считаю, что всё то же самое я использую, как использовала на обычных моделях. Модельное агентство открылось в 2016 году и с тех пор привлекло внимание многих глянцевых журналов. И каждый день в него поступают десятки новых резюме. Подскажите, кто мне поможет рассчитать мою будущую пенсию? Вы сами можете. Теперь это несложно. Как? Зайдите в свой личный кабинет на сайте пенсионного фонда. В нём ваш страховой стаж и заработанные пенсионные коэффициенты. Умножьте их количество на стоимость и прибавьте фиксированную выплату. Это размер сформированной пенсии на сегодня. Но мне до пенсии ещё далеко. А как сделать её больше? Белая зарплата и большой стаж. Будет больше коэффициентов и выше пенсия. Пенсионный фонд России Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планирую. Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае информирует. Терроризм – это угроза. Чем занят ваш ребёнок, пока вас нет рядом? Не думайте, что терроризм далеко и вас не касается. За год правоохранители края заблокировали доступ к 273 интернет-ресурсам, содержащим информацию террористического характера. Выявили 20 преступлений, связанных с деятельностью запрещенных в России экстремистских организаций. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. Редактор субтитров А.Семкин